Здравствуйте! Если вам от 14 до 30 лет и у вас есть проблема с трудоустройством, вы можете обратиться в молодежный центр Самарский и вам постараются помочь. Какие есть варианты найти призвание и работу, расскажет Ольга Петрухина, директор молодежного центра Самарский. Ольга Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, в осеннее время, когда дети учатся, студенты ходят тоже в свои учебные заведения, кто работает, кто претендует, кто хочет работать? В настоящее время в нашем центре также организуются временные рабочие места, в первую очередь для несовершеннолетних граждан, то есть подростков в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих на территории городского округа Самара. Но, конечно же, первоочередно мы трудоустраиваем подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. А именно в настоящее время к нам обратилось большое количество ребят, которые в этом году, к сожалению, по каким-то причинам не сдали выпускные экзамены в школе и не поступили в учебные заведения. Вот они работают. Работают большое количество подростков, которые стоят на учете в органах системы профилактики, если они обучаются или не обучаются на очной форме или вечерних школах. Работают подростки из многодетных семей, неполных семей, малоимущих семей, ребята, которые находятся под опекой, также подростки с ограниченными возможностями здоровья. Здесь очень важный момент является какой? Понятно, что те ребята, которые не учатся, то у них полная норма выработки времени, и они могут в осенний период работать до 7 часов в день, независимо в нашей организации, либо в другой, какой-то согласно нормам трудового кодекса. Те ребята, кто учатся, то у нас есть такие определенные нормы, опять же повторюсь, трудового кодекса, что во время учебы подросток, кому 14-15 лет, могут работать не более 2,5 часов в день, в пятницу 2, и ребята, кому 16-17 лет, не более 3,5 часов в день. При этом, как положено, работа не должна мешать учебному процессу в школе. Поэтому, если вы при трудоустройстве, работодатель у вас запрашивает заверенное расписание со школы, это нормальная, естественная процедура. То есть работодатель составляет таким образом трудовой договор, и чтобы процесс работы не мешал процессу обучения, ставит рабочие часы после окончания школы. Родители тоже должны давать разрешение или нет? Или, в принципе, сам подросток может принимать такое решение и работать? Обязательно ребята, кому 14-15 лет, могут работать только с разрешения законных представителей, то есть родители должны писать заявление, и комиссии по делам несовершеннолетних. Обязательно все ребята, кому 14-15 лет. Какая программа у молодежного центра на ноябрь? Чем будете заниматься? Какие мероприятия проводить? Мы у нас буквально на этой неделе будет организационное собрание по нашему большому проекту, который проводится совместно с фондом «Арконик», благотворительным фондом «Самарская губерния». Реализуем проект «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре». В этом году мы уже делаем этот проект, получается, шестой раз. В этом проекте у нас участвуют ребята в возрасте от 17 до 30 лет, которые также не имеют по каким-то разным причинам образование, нуждаются в помощи. В рамках этого проекта у нас организованы для ребят мастер-классы по различным направлениям, по поиску работы, составлению резюме, прохождению собеседований, по процессам адаптации на рабочем месте. В рамках этого проекта мы выезжаем на предприятие, то есть проводим экскурсии, знакомимся с производством. И что самое главное и интересное, в рамках этого проекта у нас проводится обучение по производственным специальностям. В этом году мы будем обучать по специальности «Пекарь» и по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Все обучение для ребят бесплатное. Обучение проводится на протяжении 3,5 месяца. По окончанию ребята обязательно защищают, сдают экзамены. Им выдается документ государственного образца и далее ребята направляются на самарские предприятия для прохождения стажировки. Стажировка также оплачиваемая, она должна быть не менее 100 часов и оплата на руки получается у них минимальный размер оплаты труда. С какими предприятиями вы уже давно сотрудничаете, они стали вашими партнерами и так далее? Это всегда муниципальные предприятия, либо частные тоже появляются и заинтересованы? Мы работаем по всем программам, вот если брать в целом, с молодежи 14 до 30 лет. И вот не могу сказать, что четко там какую-то категорию берут определенные только предприятия. Нет, мы работаем и с государственным, и муниципальным сектором. Это чаще всего какие учреждения с нами сотрудничают. Это и поликлиники, это и детские сады, это различные музеи, это государственные учреждения, налоговые инспекции, пенсионные фонды. С этого года с нами работают отделы судебных приставов. Если говорить о промышленных предприятиях, много лет с нами работают. Завод приборных подшипников очень-очень много лет. С нами работают очень хорошо такие предприятия, как Самарский завод нефтяного резервуарного оборудования, Строммашинный щит много лет с нами работают, Пауз Салют, Газпром Трансгаз Самара и так далее. То есть это в принципе те организации, где молодой человек, когда он трудоустраивается, Может познакомиться не то что с производством, с культурой организации, но это в свою очередь какая-то профориентация. То есть в любом случае подросток может понять, интересно ли ему работать в данном направлении, нравится ли ему, или что-то необходимо менять. С нами работает большое количество также общественных разных организаций, где ребята также могут поработать и понять, Вот сфера такой общественной деятельности близка, не близка, какие тут есть особенности, нюансы и так далее. И с волонтерским движением вы тоже сотрудничаете с волонтерами или нет? Или вы не соприкасаетесь? Нет, мы тоже. Когда ребята также набираются желающие, мы обязательно реализуем различные проекты волонтерские, Но они у нас чаще всего связаны с теми ребятами, которые, как мы называем, постинтернатные. То есть где они принимают участие, наши волонтеры? Они, как правило, сопровождают постинтернатных ребят, например, в процессе обучения, То есть поддерживают каким-то советом, то есть реализуют такую некую систему наставничества, Участвуют с ними в различных мастер-классах и так далее. Да, интересно, все-таки вот этот опыт и наставничество переходит из поколения в поколение и остается востребованным. Наставничество вообще, да, актуальная тема, в том числе опять вернуть к промышленным предприятиям, Где эта система развита. И, в принципе, на всех предприятиях, где у нас работают, направляются ребята для трудоустройства, Обязательно назначают соответственные приказы внутри. То есть он понимает, что к нему придут там подростки, он проводит с ними там необходимые инструктажи водные, Проводит обучение на рабочем месте, да, он знакомит с предприятием, с графиком работ, С какими-то определенными нормами, которые необходимо знать. Какой список, перечень тех специальностей, профессий, которые сегодня востребованы, Которые будут востребованы в ближайшем будущем, и как он меняется со временем? Потому что время само меняется. Мы живем во время таких технологий прогрессивных, в цифровую эру, можно сказать. И как все это вот меняется в связи с этим? Ну, конечно же, так как молодежь, это у нас такая очень динамичная сила, да, конечно, они очень легко ориентируются на все новое, да. Я также вот готовилась к интервью, еще раз отслеживала, да, что, конечно, среди молодежи основные в настоящее время, какие запросы по каким профессиям проходят, ну, например, блогер, да, то есть сейчас подростки хотят стать, так как это что, модно, интересно, приносит доход, да, такой миф тоже существует, что это такая профессия, которая не требует достаточного вложения времени, скажем так, да, что это можно в любом режиме, хомо-офис работать там и так далее, да. Это как бы сейчас среди молодежи наиболее популярное, то есть общественный деятель, депутаты, да, вот, то есть я посмотрела, какие запросы среди молодежи актуальны. Но очень часто, то есть бывают у нас такие же ошибки при выборе профессии, да, мы очень часто, особенно несовершеннолетние, идут за, опять же, мифом, что модно, что современно, а потом сталкиваются с тем, что выбрали не ту профессию, что она недостаточно, там, приносит удовольствие, что ему тяжело в этой профессии находиться. Поэтому, конечно же, чтобы этого не случилось и чтобы направление было правильным, в любом случае нужно обратиться к профконсультантам, да, к психологам, прийти на индивидуальную консультацию или поучаствовать в каких-то различных мастер-классах, да, где вас бы, там, протестировали, выявили какие-то предпочтения, составили заключения, и уже в этом направлении вы могли бы двигаться. Если говорить в целом о тех специальностях, которые будут востребованы, то, конечно же, наше будущее ориентируется на IT-технологии, да, робототехнику. Это те сферы, с чем будут связаны непосредственно в целом наше будущее, да. Очень много говорят о том, что будет что-то такое, как педиатр, терапевт в режиме онлайн, да, то есть постоянные консультации, то есть что-то такое новое. Обязательно, конечно же, будет уделяться большое внимание внешней среде, да, то есть, скорее всего, то есть какие-то менеджеры появятся, сити-менеджеры по озеленению, там, именно благоустройству территорий, что-то более современное, чем ландшафтные дизайны. То есть это те направления, которые, конечно же, будут актуальны, там, буквально через 20-30 лет. Ну, я считаю, что любой человек будет успешен в той сфере, которая ему нравится, в которой он развивается. Это, мне кажется, основной знак успеха в любом случае. А как вариант, если получить специальность, даже, скажем, рабочую, ну, не такую сложную, которую можно быстро определённо, тоже как вариант, это тоже может спасти в каких-то ситуациях. Однозначно. Вот, опять же, вернусь к проекту «Поддержка безработной молодёжи», да, мы до этого обучали по специальностям электрогазосварщик, обучали больше трёх лет подряд. Очень хорошие условия предлагает рынок труда для ребят. Ребятам нравилось очень обучаться, да, скажем так, профессия показалась такой творческой для них. И, в принципе, заработную плату даже на начальном этапе рынок труда предлагал от 30 тысяч рублей. Если есть желание развиваться в этом направлении, то там, конечно, и средняя зарплата в районе 100 тысяч рублей. Пожалуйста, заказов очень много, но, как и любой работодатель, работодателю интересны, квалифицированные специалисты. То есть набирайтесь опыта, развивайтесь в этом направлении, посещайте различные мастер-классы, какие-то выставки, какие-то просто… Сейчас очень много бесплатных каких-то тренингов, да, даже в сети, пожалуйста. То есть это можно не останавливаться, просто развиваться, советоваться, обращаться к наставникам, да, узнавать как можно больше информации и двигаться в этом направлении. Есть еще психологический аспект, который мешает, допустим, подросток, молодой человек, или уже вот тому, кому к 30 годам не может и определиться, и найти работу, и так далее. Возникают психологические проблемы в вашем центре. Чем-то вы можете таким людям помочь, чтобы снять вот это все? Однозначно, да. Здесь с нами, у нас работают также психологи. Мы предлагаем некую такую, да, карту, как вот, с чего можно начать. Обязательно проводим тестирование, обязательно помогаем, редактируем, если у него есть готовое резюме, да, то есть как бы делаем. Потому что очень часто бывает, особенно я видела парней, вот чаще всего приходят достаточно взрослые, которые есть определенные навыки уже, да, есть какой-то опыт, пусть он там не очень большой, но составить достойное резюме очень тяжело. И вот наши специалисты начинают его действительно редактировать, и в результате получается очень хорошая картинка, конкурентно способное, скажем так, резюме. У нас очень много мастер-классов различных, можно отслеживать на сайте, либо через группу ВКонтакте, да, и обязательно посещать мастер-классы. Для подростков мы организуем, как правило, осеннюю и весеннюю неделю профориентации, где каждый день, буквально каждый час насыщен каким-то мастер-классом. Вот 1С программирования, да, до буквально, мастер-класс у нас был в этом году по оформлению макияж, бровей и так далее. То есть то, что интересно, и то, что сейчас индустрия нашей красоты востребована. Очень хорошо, конечно, пользуются спросом. Вы идете в ногу со временем. А что касается ярмарок, вакансий, эта форма не устаревает в связи с тем, что, в принципе, информацию в интернете можно найти? Или вы такие все-таки проводите, когда вот можно? Это от этого, что называется. Ярмарки, вакансии проводим обязательно, да. Они у нас сейчас проводятся на базе средних, специальных и высших учебных заведений, как правило, два раза в месяц. Для чем полезны такие формы? Вот живой представитель и работодатель, да, где молодой человек может подойти и задать любые интересующиеся вопросы. У нас есть интернет, но, как правило, это сайт, да, организация и просто адрес электронной почты, куда надо отослать свое резюме. На ярмарку приходят представители организации, у него есть какие-то анкеты, раздачные материалы. И, конечно же, в режиме тет-а-тет вы можете задать все вопросы. Как правило, когда работодатели хорошо идут на ярмарку молодежных вакансий, очень хорошо общаются с молодежью, да. И даже вот я много раз обращала, представитель организации, как правило, сам очень много задает вопросов, когда видит, что молодой человек подошел и растерялся, да. То есть это прекрасный опыт не только найти работу, да, но вообще, скажем так, тренинг, стресс-интервью. Да. Сейчас осенний период, мы уже рассказали, что осенью определенная категория работает и ищет работу. Зимой, во время каникул, казалось бы, длинные школьные каникулы, что можно, как себя, где-то трудозанять, да. Или не стоит, вот опять же, на вот этот короткий период куда-то стремиться? Я первое скажу то, что касается подросток, да, что не забывайте, что у нас с первого в этом году по 9 января это официальные праздничные дни, да. И работа несовершеннолетних, выходные и праздничные дни запрещена, согласно, опять же, трудовым кодексам Российской Федерации. Как максимально провести каникулы, это, конечно же, если есть такое желание, поучаствовать в различных мастер-классах, да, тоже следите за новостями. Может быть, посмотреть какую-то информацию у нас непосредственно в группе, очень много мы выкладываем также сюжетов, роликов и просто различных информационных материалов. Но те ребята, кому, скажем так, ребят у нас есть с ограниченными возможностями, вот 18 лет, и ребята, которые также стоят на учете в органах системы профилактики, в январе начинают готовить пакет документов для трудоустройства уже вот сразу после праздников. Какие есть конкурсы, в которых сегодня участвует молодежь? Что эти конкурсы раскрывают молодых людях, и центр ваш как-то в них участвует, способствует тому, чтобы как можно больше участвовать? На самом деле, конкурсов для молодежи сейчас большое количество, да, буквально вчера прошел финал конкурса студент года, да, где я также участвовала в качестве жюри по номинации профессионал года. И очень было приятно смотреть, какое количество молодых специалистов у нас есть, как хорошо они развиваются, как это динамично, ярко. Я считаю, что молодому человеку надо просто найти свое направление и в этом направлении уже двигаться. Конкурсы могут быть у нас, и есть они, как на муниципальном уровне, на региональном уровне, да, как региональный, очень известный у нас форум ИВЛГ, который проводится в летний период. Представители центра нашего также участвуют в этом. Сейчас мы участвуем во втором туре федерального конкурса «Траектория» тоже, который направлен все-таки больше на профориентацию. Поэтому, если есть желание, то сейчас очень много возможностей раскрывается для молодежи. Это раскрывает и уверенность в себе, да, и самоорганизованность, и дисциплину, и развитие навыков социального проектирования, да, то есть очень-очень-очень. Да, даже творческие способности, потому что вот новый конкурс, новый фестиваль, да, студенты, там что-то связано со студенческими творчествами. Да, очень-очень, они вот, это классические те мероприятия, которые у нас есть из года в год, и я самое главное напомню, что любой студент, да, всегда становится выпускником и начинает искать работу, да, неважно во время учебы или после окончания. Участие и победа, просто участие, да, это большой плюс ему, да, работодатель всегда обратит внимание на такого молодого человека, который, там, являлся лауреатом, победителем, или просто готовил какой-то проект, там, на защиту. Если молодой человек укажет это в режиме. Если коснуться темы летней занятости уже, как к этому готовиться, какие документы, как искать ту работу, свое призвание, предприятие, организацию, вот какой механизм, с чего начать? Тем, кто только задумывается летом, трудоустроится. Во-первых, я хочу напомнить, что трудоустройство строго с 14 лет, да, можно воспользоваться двумя, как бы, вариантами. Первый вариант – это обратиться, например, в центры занятости населения, да, встать на учет центра занятости, предложить какие-то возможные варианты. Сюда также может относиться самостоятельный поиск работы, самостоятельно, то есть можно проанализировать, да, также сеть интернет, какие-то печатные издания о работе. И можно обратиться к нам в молодежный центр. У нас трудоустройство организовано в рамках муниципальных и областных программ. Вот. Обязательно заранее просмотреть, какие документы необходимы для трудоустройства. Они у нас также размещены на сайте, в группе ВКонтакте. И, конечно же, если вы планируете работать в июне, не в мае собирать документы, да, а хотя бы там в марте месяц, потому что перечень достаточно большой, конечно же. Особенно для ребят, кому 14-15 лет, потребуется и согласие органов опеки. В любое время можно обратиться к нам за консультацией, мы обязательно проконсультируем и расскажем, какие условия есть. Как правило, запись на июнь месяц уже начинается с 1 апреля. То есть к 1 апреля уже должно быть представление, в какой месяц вы хотите работать, да, в каком районе, да, приблизительно по какой вакансии. Информация о вакансиях также есть на сайте. Да, то есть если у ребенка есть какие-то ограничения по здоровью, нам это тоже озвучить. Если ребенок относится к какой-то категории, которую я озвучила в начале, да, тоже нам об этом сообщить. И спокойно собирать документы. Специалисты центра назначат день и время, когда нужно прийти и оформить трудовой договор. Количество трудоустроенных с вашей помощью, с помощью центра, оно растет год от года? Какие это цифры? Очень хорошие цифры в этом году. Благодаря тому, что у нас было увеличено областное финансирование из областного бюджета, оно составляет сейчас практически больше в два раза, чем местный бюджет. В этом году мы трудоустроили более трех тысяч человек, более трех тысяч, там, 150, получается, человек. Это больше, чем в том году. В том году было чуть более 2600. Какие, ну да, 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 тут рост явно на лицо. Какие планы у центра? Как вы дальше планируете развиваться? Может быть, какие-то новые формы, направления, идеи? Что будет дальше? Даже вот, может быть, с нового года. С нового года тоже, да, сейчас подаем заявку, участвуем в новом конкурсе. Надеемся тоже, что этот конкурс у нас, этот конкурс мы пройдем, и у нас будет тоже возможность. Профориентация. Мы понимаем, что это самое ключевое и самый, скажем так, фундамент, да, чего стоит отталкиваться, где успех будет. Участвуем в конкурсе для того, чтобы расширить свои знания тоже и специалисты центра, и получили необходимые программы, да, которые нам позволяли тестировать как можно больше человек и выдавать заключения, да. Планируем, что увеличим количество мастер-классов на следующий год, количество экскурсий на предприятии. Планируем, что уровень трудоустройства, количество человек, конечно же, будет однозначно не меньше, чем на этот год. Расширяем свои проекты по количеству человек. С января обязательно также будет стартует школа вожатского мастерства. В этом году у нас были небольшие изменения. Было две группы. Ребят 16-17 лет, ребят от 18 лет. Опять же, то есть все желающие от 16 лет могут записываться. Обязательно продолжим такие проекты с промышленными предприятиями, как популяризация рабочих специальностей кадры, да, где мы выходим непосредственно на открытые уроки в школы. Обязательно будут дни профориентации в Самаре, большой проект. Ну и обязательно будем продолжать обучение по производственным специальностям. Кто будет на следующий год, пока не могу сказать. А как вы ищете специалистов для мастер-классов, обучения по специальностям? Как выстроена эта работа? Обучение по специальности мы проводим, как правило, на базе самарских колледжей. То есть в этом году у нас будет по специальности пекарь, опять же, обучать самарский кулинарный техникум. И обязательно специалисты, которые будут работать с лесарем по ремонту автомашин. Мы тоже обучали на базе колледжа Мачнева. То есть там выдаются документы государственного образца, очень хорошая такая практическая база, где ребята могут отработать свои практические навыки. Специалисты мастер-классов, это, как правило, тоже представители наших самарских компаний. Это, как правило, менеджеры по персоналу, это директора по персоналу, это руководители организации и так далее. Проводим мы такие проекты, как «Я предприниматель» для школьников. Приглашаем сюда на мастер-классы представителей также бизнеса. Как правило, это небольшие предприятия малого и среднего. Это представители каких-то структур муниципальных, которые работают в этом направлении. Ну вот как бы так. Вы сказали про бизнес, малое предпринимательство. Интересно, насколько сегодня молодежь заинтересована вкладывать себя вот именно в этот сектор? Какие есть опасения в связи с этим возникают? Потому что это же, мне кажется, нужно человеку уже со знаниями и опытом во все это включаться или нет? Есть такие молодые инициативные, которые пробуют и что-то даже получается. Я не могу сказать, что сейчас как-то меньше хотят заниматься. Ребята хотят этим заниматься, им интересно. И сейчас очень хорошие, все равно созданы площадки, очень много их, где ребята могут помочь, проконсультировать. То есть буквально, может быть, даже 10 лет назад все-таки больше ребята сами пытались, сделали, ушли методом как бы проб и ошибок. То есть сейчас очень много консультаций оказывается и различной финансовой поддержки. Просто так же надо создавать проекты. Можно обратиться к нам. Мы в любом случае направим, расскажем, куда можно обратиться. В центре занятости могут предложить вам открыть свой бизнес, можно составить бизнес-план. Мы можем пригласить специалистов к нам в центр. И они тоже отредактируют, скажут какие-то там нюансы, проконсультируют вас. Пожалуйста, для проекта «Я предприниматель» приглашаются школьники в возрасте от 14 лет. Но здесь мы больше развиваем предпринимательскую активность. Как правило, это такие лидеры, это такие ребята очень тоже активные, динамичные. Да, они очень хорошо. И вот проект реализуется много лет. Я вижу, как эти ребята растут. Они очень успешные буквально во всех сферах деятельности. Не могу сказать, что из них 100% ушли там в бизнес, но в общественной деятельности очень много вижу. Вижу, активно ведут они такую достаточно жизненную в учебных заведениях. Да, практически все направления охвачены, это радует. Жизнь разнообразная, разносторонняя, нужно особенно в молодости все это использовать. Спасибо большое вам за эту важную и полезную информацию. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова